А кофе. Я бы даже больше сказал о пользе кофе, хотя много споров, польза не польза, но я убежден и много изучаю этот вопрос, согласен с теми учеными, которые говорят, что кофе полезен. Правильный кофе содержит очень много микроэлементов, полифенола, антиоксиданты, которые предупреждают риск сосудистых заболеваний, многих других более серьезных. Есть исследования, которые говорят, что вероятность Альцгеймера, Паркинсона, ну вот этих болезней значительно ниже, цирроза печени, уж извините, что я упоминаю такие грозные названия. Это правда и это подтверждено. Как всегда, в любом правильном продукте правильная мера. Не пить совсем плохо, на мой взгляд, потому что полезно и правильно. Пить много тоже плохо, поэтому где-то 3-4 чашки в день – это такая правильная норма. Насчет полезности. Самый популярный в России у нас растворимый. Считается, что более 80% людей в России пьют именно растворимый кофе, в отличие от Европы. Растворимый кофе также хороший, у него есть свой покупатель, потребитель, но все-таки там больше кофеина. Когда кофе делают растворимый, и кофеин из него, ну так я упрощенно скажу, уходит, и поэтому туда приходится добавлять химический кофеин. Но в растворимый кофе уже нет очень многих веществ, которые есть кофе в зернах, в живом кофе, и витаминов, танинов и так далее. Поэтому многие вкусовые грани и многая полезность тех самых микроэлементов, к сожалению, растворимым нет. Про зерновой кофе. Очень важна свежая обжаренность зерен, потому что когда зерна обжарятся, у него продолжает проходить после обжарки некоторые процессы, он продолжает излучать, в том числе, углекислый газ. Вместе с ним очень многие вещества через 2-3 месяца после обжарки улетучиваются, остается кофеин. Но то, за что мы сейчас любим кофе, за его аромат, за особый вкус и те самые полезность микроэлементы, все это будет правильным кофе, которое не более 2-3 месячной обжарки. Поэтому кофе желательно, наверное, нерастворимый, советую так это вам выбирать, свеже обжаренный, 2-3 месяца, надо смотреть дату производства, когда его нужно молоть. Непосредственно перед приготовлением, потому что после помола кофе довольно быстро теряет свои свойства, увеличивается там площадь соприкосновения с воздухом, как говорят специалисты, он ржавеет. И буквально через 20 минут после помола кофе иной, он не будет таким же, опять же, и полезным, и вкусным. Вот таким образом про полезность кофе и какой кофе я бы рекомендовал пить.